Все стоим, все безопасно. Никто никуда не уплывет. Все останутся здесь. Еще до наступления крещения самарцы начали окунаться в купель. Под полевым спуском уже оборудована эордань. Одними из первых готовность проруби оценили в Самарской Федерации закаливания, зимнего плавания, а также посетители клуба здоровья. Хорошо, но для меня мелковато. Но для большинства это будет самый раз. Так что всем желаю быть завтра на проруби. Все, здоровья, счастья. После замеров толщины льда в подготовке задействовали муниципальные предприятия, спецремстройзеленхоз, Самарская набережная, Самара-Горсвет, благоустройство и ярмарки Самары. Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко провел выездное совещание под полевым спуском. В ходе него проверили работы по очистке подходов к площадке от снега и наледи, по подключению уличного освещения, по установке металлических ограждений и по устройству непосредственно купели, включая монтаж сходней в воду и деревянного настила трапа, чтобы люди не подскользнулись. Главный вопрос, который обсуждался, как будет обеспечена безопасность самарцев, которые сегодня придут окунуться в купель. Полная безопасность обеспечена здесь 100%, как по линии полиции, по линии МЧС и по линии спасателей. Это во главу угла поставлена безопасность граждан. И вы прекрасно видели, в полном объеме. Готовность, и она сегодня есть. Полная готовность городских подразделений объявлена в 16.00. Безопасность горожан будут обеспечивать экстренные службы Самары. В 15.00 уже развернули три палатки МЧС. В 16.00 на месте дежурят спасатели. Полиция выставила наряды с 18.00. В шаговой доступности будут дежурить сотрудники Центра медицины катастроф. Для самарцев омовение в купеле сделали максимально комфортным. Наверху размещены биотуалеты и контейнеры для мусора. Рядом с купелью установлены палатки, чтобы можно было переодеться. В пунктах обогрева горожане смогут выпить горячего чая. После празднования крещения трапу уберут до следующего года. А вот елочки, которыми украсили купель, останутся до весны. Елочки будут оставаться для тех, кто занимается наживанием. Никаких я не вижу проблем, потому что мы имеем опыт работы, а по весне мы их утилизируем. С представителями Самарской епархии обсудили вопрос освещения купеля. Обряд начнется в 20.00. Затем – праздник крещения. Для удобства жителей и гостей Самары 18 января 2023 года до полуночи продлевается время работы общественного транспорта, проходящих по Волжскому проспекту автобусов маршрутов номер 61 и номер 261. В несанкционированных местах, где проруби не оборудованы, с учетом всех требований безопасности, купание запрещено. Чтобы предотвратить такие случаи, будет обеспечено патрулирование. Вопрос находится на контроле администрации внутригородских районов. В этом году в областной столице, в ночь с 18 на 19 января, те желающие могут окунуться в три купели, которые будут работать при храмах. Их адреса вы видите на своих экранах. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.